Феликс Эдмундович Дзержинский родился в 1877-м. С юности он увлекался идеями марксизма и уже в 1895-м стал членом РСДРП. Вплоть до 1917-го активно занимался революционной деятельностью, неоднократно арестовывался, ссылался и совершал побеги. В общей сложности провел в заключении 11 лет. Феликс Эдмундович активно участвовал в организации и подготовке Октябрьской революции 1917-го. В годы Гражданской войны получил пост руководителя Военной чрезвычайной комиссии ВЧК, которая занималась борьбой с преступностью, контрреволюцией и саботажем. В период работы организации карательные репрессии, получившие название «Красный террор», коснулись в том числе множества невиновных, что позже признавал сам Дзержинский и о чем сожалел в своей речи на 10-м съезде партии. Феликс Эдмундович считается родоначальником спецслужб СССР и России. За свой жесткий, несгибаемый характер получил прозвище «Железный Феликс». Отличался огромной работоспособностью, несмотря на подорванное всылка к здоровью. Скончался Феликс Эдмундович в 1926-м от сердечного приступа в возрасте 48 лет.